Искусство должно быть средством воспитания, но цель его удовольствия. Вертон Брехт. С улыбкой на лице и благодарностью в сердце делаем еще один шаг на пути к саморазвитию. Случайные прохожие, соблазнившиеся надписью «Вход бесплатный» или «Неслучайные зрители, пришедшие пораньше, чтобы получить заветный пропуск в мир кино». 17 мая кинотеатр «Победа» традиционно открыл двери всем ценителям европейского искусства. Фестиваль европейского кино в Минске приурочен ко Дню Европы, который отмечается 9 мая. Культурное событие организовано представительством Европейского Союза в Беларуси и посольствами стран-членов Европейского Союза при поддержке Польского института и Института имени Глета в Минске, Министерства культуры Республики Беларуси и Национальной киностудии «Беларусьфильм». Каждый год в эти дни мы празднуем День Европы в Европейском Союзе, и мы думаем о своем единстве и одновременно о своих отличиях, потому мы специально попросили страны Европейского Союза дать нам такие фильмы, которые, на их взгляд, отображают их страны, их национальную идентичность и общность в это время. Документальное кино, драмы, комедии, программе кинопоказов каждый день зритель может найти для себя что-то, что придется ему по вкусу. Как минимум, возможность познакомиться с авторскими работами, некоммерческим интеллектуальным искусством, которые не так-то часто увидишь на широком экране. Количество участников в этом году возросло до 22 картин от 17 стран. Честь открыть фестиваль выпала литовской киноленте «Сат Эдема» режиссера Альгеманта Сапуйпы. Фильм «Сат Эдема» повествует о недалеком будущем. Состоятельные эмигранты-литовцы возвращаются на родину, чтобы в земном раю провести остаток дней. Утопия, фантасмагория, философские размышления о конце человеческой жизни. Исполнитель одной из ролей Йозас Будрайтис, которого белорусский зритель знает и любит не только по литовским, но и по национальным кинолентам, в своей роли на первое место ставит искренность. Сердечная правда, если это удается каким-то образом реализовать и заставить зрителя посмотреть и поверить, что существует такой человек. Прежде чем войти в мир европейской фантазии и откровений, зритель совершает виртуальное путешествие по самым красивым уголкам континента. Фестиваль кино сопровождает выставка фотографий под названием «Еуропа якнеруш», на которой представлены работы европейских фотографов, в том числе и наших соотечественников. Не ограничивайте себя полученной информацией. Спешите за опытом, переживанием, суждением, настроением. Отдыхайте культурно. Субтитры создавал DimaTorzok